В апреле 2016 года поисковики Десногорского отряда «Обелиск» и отряда «Русь» управления МВД Калужской области подняли штурмовик Ил-2, который был сбит фашистами в 43-м году при освобождении Смоленщины. В нем были обнаружены останки экипажа. По номеру мотора поисковики установили имена летчиков. Пилот – младший лейтенант Иван Евдокимович Бондаренко, 1922 года рождения, уроженец Кемеровской области, и стрелок Александр Павлович Вячеславов, 1916 года, и родился он в Вологодской области. Установлено, что самолет был сбит в бою 19 августа 1943 года. После нескольких месяцев кропотливого труда поисковикам удалось разыскать родственников бойцов. 21 октября семьи летчиков приехали в Десногорск из Кемерово, Вологды и Москвы. Они побывали на месте падения самолета и возложили цветы в память о своих героических предках. В этот же вечер в Храме Всехскорбящих Радости прошла траурная литургия, на которой по христианскому обычаю отпели останки усопших воинов. Вечером в досуговом центре Смоленской атомной электростанции состоялся торжественно траурный вечер памяти погибших воинов. Вечер вела руководитель областного регионального объединения «Долг» Нина Куликовских. Принимали участие поисковики отрядов «Обелиск» и «Русь», родные погибших летчиков, младшее поколение семей Пондаренко и Вячеславовых, председатель Смоленской областной думы, командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов, депутат областной думы Михаил Лосенко, руководитель местного отделения партии «Единая Россия», заместитель директора Смоленской атомной станции Анатолий Терлецкий, настоятель Десногорского прихода протеерей Виталий Сладков, жители Десногорска из Поздеменского района. На вечере поисковики передали родственникам очень ценные для их семей реликвии – личные вещи летчиков, а также медали, шагнувшие в бессмертие, которыми воинов поисковики наградили посмертно. За вклад в патриотическое воспитание и поисковую деятельность отряд «Обелиск» был награжден благодарственной грамотой Смоленской областной думы. Утром 22 октября после траурной литургии останки бойцов штурмовика вынесли из храма и перевезли на поле воинского захоронения в деревне Синопод Споздеменского района. На досках памяти этой братской могилы увековечены имена более полутора тысяч воинов, погибших в боях при освобождении Споздеменской земли в 1943 году, и каждый год списки пополняются. Также мемориальный комплекс разрастается новыми обелисками, которые устанавливают на могилах солдат, поднятых из небытия бойцами поисковых отрядов. После траурного митинга останки экипажа штурмовика Ил-2 Ивана Бондаренко и Александра Вячеславова были преданы земле. Первыми горсть земли бросили родные люди-героев. Делали запросы везде, числился, как без вести пропавшие. И бабушка тоже самое делала. И вот буквально в апреле месяц мы это делали. Вышли через интернет на сайт, и нам дали сообщение, что поднятый человек, именно Бондаренко Ивана Дагимовича. Вы сами понимаете, какое это состояние души, не знаю, мы сильно не касаемся этому. А тут нас коснулось, и это просто великолепно, это очень хорошее дело. Говорят, что стало легче, душа облегчилась у человека. Это, наверное, то время и то ощущение. Большое спасибо людям с большой, доброй душой, которые трудятся, находят погибших и дают возможность обрести покой живущим. В следующем году на этом месте возведут мраморный обелиск, и многие поколения будут приносить цветы к его подножию.